Ю-ху! Ха-ха-ха-ха-хей! Фикируем собственные отражения! Видите? И попали! Здравствуйте! Мы тоже любители львов техников спорта! Очередное доброе утро! С отражением... так сказать, гала, глории и так далее на облаках! Погода бомба! Концент, надеюсь, будет огонь, потому что мы только что снимали таймлапс мы наблюдали, как вот эти все облака красиво вращаются, думаем, надо же как-то заснять и ускорить, потому что недавно было видео про область и водопад и оно вам всем очень понравилось! Поэтому мы и не смогли пройти мимо такого счастья, но сейчас немножечко капельку самой малости шалим! Надо под облаком так... Оп! Где наше отражение? Вот оно! Есть отражение! Ух! Ух, как мы его! погоняли! Волна не сильная 2-300 максимум по высоте но, в принципе, это зато дает возможность вот так немножечко погонять по облакам погладить техлапой то бишь крылом ну, не знаю, и получать неизгладимое удовольствие от пилотирования Мой ученик уже наверное, часа полтора пилотировал и ему уже надоело представляете, он говорит, что-то говорит, я уже подустал, надоели мне эти полеты! Я говорю, ты когда... Зачем ты так гневишь природу? Вселенную? Как может такое надоесть? Ну, на самом деле, пора скоро завтракать вот, поэтому вам короткий ролик так же красиво над облаками немножечко сейчас пошалим погоняем по этой волне ну, и вы, так сказать, переживете очередное доброе утро потому что, как кто-то из моих зрителей сказал, говорит, когда утро начинается с позитивного ролика так может и день задастся Оп! Это мы делаем бабочку бабочка это вот, когда я вот так вот чпу! не разворачиваюсь потом мордой в облако потом так ух! потом так опять вверх заслоняем солнышко так сказать и опять мордой вниз пипистрели эту бабочку делают великолепно перегрузку, вы видите, может вот сейчас 2,8, 2,9 G ну, так петлю мы не хотим делать не допускается она по руководству летной эксплуатации а вот допустим бабочку это всегда пожалуйста Вань, ты как? тебе нравится бабочка? да, прекрасно да, мне нравится мне тоже нравится эх, надеюсь вас не укачало перегрузка эта недавно со мной полетал молодой человек 15, ой 11 лет от роду так вот он первый раз я видел чтоб так радовались перегрузки он говорил еще 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 хочу еще вот ну и мы естественно мы еще делали видите, как красиво вот это облако одно из облаков которые вот они сейчас вращаются то есть как стенка как скала облачная и перед ней поток естественно волновой вот этому сейчас мы этому облаку и пощекотим о ох здесь в этих всех ух главное не так сказать застрять в облаке ух должно быть безопасным пех многие спрашивают а как вы не боитесь вдруг такой же придурок летает рядом ну друзья во первых не летает потому что такого надо еще и найти то есть мы встали рано утром когда все добропорядочные так сказать граждане спят спокойно и готовятся к полетам к брифингу собирают разбирать планера представляете некоторые пилоты действительно собирают и разбирают планер каждый день я сразу говорю что если бы планерный спорт заставлял пилота разбирать планер каждый день этот спорт был бы не для меня а вот добропорядочные пилоты чтят так сказать правила не оставляют свои плодера так сказать холодным успею развернуться или нет не успею. Ну, друзья, видите, иногда я не успеваю. Так сказать, холодной ночью на холодное рассеяние оставляют планера и разбирают их в домики, в присепы. И вот они вместо того, чтобы так летать добрым утром, занимаются сейчас сборкой, разборкой планера. То есть, прям, как считаете, ритуал такой. Ну, с другой стороны, знаете, как некоторым нужно для осознания правильности жизни четкий и безраздельный порядок в бороду. Вот это просто точно не про меня. У меня антиордонг. Если можно не собирать планер, если можно его даже не быть, то это хорошо. Кстати, насчет быть мы забыли действительно по. Опять, давайте. Мы действительно забыли помыть планер. Он весь муко, грязный. И у него очень портится от этого аэродинамическое качество. О, как же я, боже, не у солнца. Игрузочка. Это же просто божественно. Согласитесь, вот такую бабочку покачать. Кстати, оттачивает немножко элементы пилотирования. Понятно, что для планера, наверное, это не столь важно. Ну, умеете вы делать эту бабочку толку. От этого же лучшую высоту не набираете. Но, с другой стороны, благодаря всевозможным таким упражнениям, вот этому серфингу облачному, повышается чувство слияния с планером. То есть, я вот сейчас этот, мой любимый пепестрель, не побоюсь этого слова, чувствую кончиками нервов. Ну, и, соответственно, могу себе позволить вот так нагло, беспардонно шляться по облакам. Так, сейчас мы, что мы сделаем? Смотрите, я сейчас красивую штуку сделаю. По облаку заскользим. Я сейчас потерял скорость, а теперь ее набираю, и мы сейчас прям по самому краешку так... Прокачу! Растет скорость 180. Быстрее на пепестреле нельзя! Опять проворачиваем землю вокруг себя. И главное, сейчас облаком не столкнуться. Оп! Я надеюсь, что никого не стошнит от сегодняшнего видео, потому что я не скажу, что я себя укачал. Ваня, я тебя не укачал? Нет, мне прекрасно. Мне хорошо. Иван принадлежит к той редкой категории людей, которых укачивает по-особенному. Мы позавчера летали далеко-далеко с ним, на Монте-Визу, на всякие... Дальние горы, в Италию. И вот по дороге был сложный участок, где действительно трясло. И захотелось спать. Он говорит, спать хочу, сил моих нет больше. Я говорю, так дремни полчасика. Я тут сейчас выберусь бодренько. И вот он вздремнул. А еще у меня была ученица Оля. Олечка, если смотришь видео, привет тебе огромный. Так она, мы с ней в Подмосковье летали. И вот как-то мы с ним летим где-то в районе Дубны. Вот там, не знаю, про аэрспейс. Тогда можно было везде летать. Как строгость законов и компенсировать необязательность исполнения. Мы над Волгой уже летаем. Она говорит, сутос, слушай, рубит меня. Сдремну-ка я полчасика. Говорит, да давай. И она поспала, просыпается. Мы уже в Волгу прилетели. В район Твери прилетаем. Вот. И так вот. Бывает, вот так укачивает. Да лучше так, чем по-другому. Так. Что бы вам еще такое веселое показать? А, вставлю я вам таймлапс. Как мы вот до этой гриды летим. Только мы сейчас летим в одну сторону. А я вставлю, как потом летим в другую. Как образуется то, в чем мы летаем. Вот там хребет. Оттуда дует ветер. Вот так. Ветер дует со скоростью 30 километров в час. Северо-восточный ветер. Ну и, соответственно, вы уже про Волгу все знаете. Пайдует облака вниз, разогревается воздух. Облака тают. Потом идет отскок. Воздух поднимается. И, соответственно, облака образуются. И получается вот здесь зона подъема постоянного. И вот каждая линия тока. Тык, тык, тык. Если бы ветер был и повыше, то можно было подняться не только на 2-300, но и повыше значительно. А так, видите, летаем себе спокойно. И снимаем вам таймлапс. На облака можно смотреть бесконечно. Они как будто живые. Там у нас следующая волна стоит. Там у нас гора. Вон Винту, может, мы потом туда слетаем. Там у нас долина Аликероды. Ну, видите, сейчас низковатая, поэтому ничего так хорошо ее не видно. Разворот. Экран виден хорошо. Выпал у нас, кстати, вчера был, по-моему, девятый раз, когда был желтый дождь. Ой, как красиво сейчас все эти облака смотрятся. Давай на скорости, параллельной волне, где-то на 150. Будет вам еще один Тайландский. Желтый дождь, это с Африки надуло пыли. Какое-то нескончаемое количество вот этих вот фронтов с Африки идет. Когда грозы такие противные с южным ветром, и выпадает желтый дождь. Это пыль с Африки. Машины все желтые, снег весь желтый. Сейчас хорошо видно, как это облако живет. Некоторые спрашивают, а почему же это облако не сдувает? Почему вот там дальше облаков нет, если у вас такой сильный ветер? Так оно образуется с этой стороны, тает с противоположной. Это же вот как раз феномен Фена. Недавно прочитал совершенно жуткую статью, как ветерки, так сказать, мешают планете жить нормально. Что оказывается, ветровая энергия, это страшный ужас. И те, кто делает ветровые электростанции, это вообще предатели человечества. Один из аргументов, там аргументы все притянуты за уши, я взял ручку. Один, да, было хуже. Так вот, один из аргументов был, что вот при образовании фена влага выпадает, ну, сейчас в данном случае, если воды было больше, выпадало вот под нами прямо. А дальше идет уже подсушенный теплый воздух. Это, кстати, один из признаков, почему у нас... О, тут мы сейчас красивенько подрежем облачко эти. Эх! Фен, кстати, одна из причин, почему там дарила такая ди есть. Там теплее всегда на 5 градусов где-то. И вырастает вкусный виноград, и делают вкусно игристое, колородетив. Именно за счет этого фенового эффекта. Так вот, всякие извращенцы говорят, что если стоит ветропарк, то есть стоят ветряки, которые крутятся, то они, видите ли, изменяют вот этот фен, и, значит, влага не выпадает, воздух не осушается, не теплеет, и еще чего-то. И ни один из них, видимо, не учил в школе физику и не может посчитать энергию воздушной массы и ту скромную, можно сказать, исчезающую часть энергии, которая отбирает ветряки. Ну и тут можно всегда всяким плакоземельщикам передать привет, химтрейлерам. Нет у нас химтрейлов? Нет. Вот у нас, смотрите, вот. Вот он, химтрейл. Облачко до подсвела в сапе. Почему? Потому что там влаги больше, вот там уже конденсация произошла. Там самолет, может быть, конечно, летел, оставил немножко хвостик за собой, здесь хвостик, видите, как расползается. А скажут-то скажут, что самолеты распылили яд, мы все умрем и все такое. В общем, я за то, что все учили физику в школе, были человеками разумными и встречали доброе утро, замечательно, последовало мне. Ваня, ты как считаешь? Абсолютно так. Я взял ручку и... Эх! До новых встреч, уважаемые любители ледных видов спорта! До новых позитивных роликов! И погнали! Твоя ручка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok